Всем привет, ребята! Хочу с вами сегодня пообщаться немножко, по-быстренькому. Это не стрим, это запись свепки. В общем, накидали мне тут быстренько вопросиков, всяких, комментариев и так далее. Сейчас быстро поотвечаю. Значит, самый верхний у нас, Павел Черняга, пишет. Даешь сравнение Pride Ruby с Patriot 165 Neo. Подобие такого сравнения было. Сравнение это на втором канале, ссылку я кинул. Внимательнее будьте, ребята. Советую всем подписаться на второй канал. Будете тогда в курсе вообще всех моих телодвижений, всех обзоров и так далее. Олег Бастаника или что-то такое. Типа непонятно на английском, что написано вообще. Сделай обзор в HCS VAT SP PRO 4N. Важно твое мнение. Спасибо за видос. Лови лайк. За лайк спасибо, Олег. Видос такой есть. Причем на этом же канале. Будьте внимательнее. Вот этот текст я скопировал, вставил в поиск на YouTube. Вот сюда вверху. И нашел этот видос. Вот тебе ссылочка. Если ты не можешь сам найти, вот тебе я нашел. Так. Что за трек? Спрашивает Trace921. Понятия не имею. Я не знаю, какие треки у ребят играют. Это не моя машина, поэтому вообще не знаю. Так что зря вы такие вопросы задаете. Всегда я об этом говорил. Пытайтесь сами как-то найти. Очень редко кто-то отвечает вообще на такие комментарии. Ренат Гатара. Две пары купил на днях. Жалко, что их с производства сняли. Да, динамики хорошие. Жалко, что сняли. Непонятно, почему сняли вообще. Видимо, никто не покупает мидбасы. Все покупают кричалки. Симон Абаян. 64 гигабайта флешку. Без проблем читает. Я в курсе, Симон. Просто мне попадаются постоянно проблемные какие-то бошки. Динамики с браком. И все так далее, тому подобное. Я это не ищу специально. Просто у меня такая карма, видимо. Мне все говно к моему берегу плывет. Руслан Иванов. Есть же динамики, овалы, эстрадные, Мома с возобранивающей пулей. Широкая диаграмма направленности. Плюс играют громче и ниже, чем 16,5. Руслан. В видео я дал понять, что это бюджетная установка. То есть взялись чуть ли не одни из самых дешевых эстрадок. Дешевле только булава, если бы он взял. Но это же погромче на середине. Поэтому взял Эджи. И за ту цену, сколько стоит пару овалов Мома, он взял себе две пары 16. Поэтому я думаю, тут очевиден выбор. Плюс ему еще за работу надо заплатить. Плюс еще усилитель надо, провода и всю остальную фигню. Так он в десяточку поместился. А если бы взял две пары овалов, я думаю, их 15 бы он не влез. В общем, вот так. Тем, к трем парам двадцатых армат, какие посоветуют шурпора и количестве скольких штук, спрашивает Серджио Рамос. В основном ставится один к одному. То есть один среднечастотник, один рупор. Если помощней поставить на неодиме, тогда, я думаю, одной пары хватит. Если денег жалко на неодим, тогда три пары армат ставь и все. Ну, то есть из этой же серии, там и бюджет небольшой. Ну, если денег нету, то две пары армат поставь. Эдуард, Хадыжинского Хадышак взял? Нет, Эдуард, к пиву я практически равнодушен. Пью очень редко, где-то примерно раз, может быть два в месяц. И то только, когда жарко там или что-то типа того. Просто замыкание какое-то происходит в голове, я его пью. Я так пофиг вообще. Я каждый день не пью, как большинство российского народа. Мои поздравления хорошо, когда пояснят его удовольствие, еще и с призами. Спасибо, спасибо за поздравления, ребят. До Сочи не поехал, Чихпых, не поехал. Пошел на местный пляж, нырнул два раза. Пацаны даже нырять не стали, вода грязная была. За лайки спасибо, ребят. Так, фанера 18-20 использую только на кроняк МДФ, а в ДСП вообще речи не может быть. Да, совершенно согласен, абсолютно. Пол 27-952 такой комментарий оставил. Материал для колец выбрал фуфловый. Пол, я тогда не выбирал. То, что было у меня в наличии, то я и взял. Не было тогда у меня выбора вообще. Абсолютно не было выбора. Я не ходил, не покупал, не выбирал. Вот что лежит под ногами, поднял, вырезал и поставил. Все, вот так было. Тогда был конкретно бомж трэш проект. Сабвуфер тоже это же был. Да, в этой двенашке все на Эджах, там монобренд абсолютно. Хорошо, побольше влогов в перемешку с обзорами и тестами. Лов, я с удовольствием. Не всегда есть возможность. И влоги надо более серьезно монтировать. Монтажа очень много, поэтому времени много отнимают. Вот этот именно видос я смонтировал очень быстро. Там меньше трех часов у меня ушло. При том, что очень много материала мне не отдали. Потому что люди там еще не доехали. Короче, ну такое, то что не я снимал. В общем, не досталось оно мне. Поэтому контента мало. Хотел поехать, не получилось. Алекс, ну жалко, что не поехал. Бороду срубить? Роман. Да, наверное, допроситесь, срубаю. Какой в этом смысл без усилителя? Это видео скорее всего для тех. Хочу крутой звук, но вкладывать не хочу. Так не бывает. Константин. Видео для тех, у кого нет ничего, кроме головного устройства, на котором есть более-менее фильтра. Вот и все. И таких людей очень много. Не все хотят ставить усилители, прокидывать дополнительную проводку. Есть просто голову заменил штатную на вот такую балалайку. А там есть срезы. И все, уже веселее. Можно понастраивать. Так что спасибо за мнение, конечно. Но оно не совпадает с моим. Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление рупора? 4 Ома я уже написал, Алексей. Бардачок открывается. Я думаю, скорее всего, да. Скорее всего, да. Но не факт, Марат. Не факт. Хозяин не пишет. Хозяина здесь нет. Хозяина своих дел полно. Он на Ютубе не сидит. Отличное видео. Да, спасибо, ребят, за комментарий. Помогите подобрать усилок. Одна пара вот в передних дверях. 4 по 100 любой ставишь и нормально будет, Стас. Ватт 300 держать будет не больше. Я думаю, будет больше держать. Зависит от настройки. От короба. От рук. От проводки. От всего. Я думаю, будет больше держать. Да, двухдюймовая катушка. Но я думаю, будет больше держать. Потому что охлаждение там довольно-таки достойное. Прослушка где? Ваня, прослушки нет. Динамик уже уехал. То есть, динамик попал ко мне в руки. Я его быстренько сделал обзор и тут же отдал. Все. Вот такой это обзор. Просто, чтобы вы понимали, что есть не только наши бренды на рынке. А есть вот такой вот Китай еще. То есть, если денег совсем нет, можно купить вот этот динамик. Он стоит дешевле 4 тысяч, если я не ошибаюсь. 3 500 или 3 600. Или даже 3 400. Что-то такое там. Потратил кучу времени. Один фиг не нашел ее у вас. Неужели сложно в описании название? Трека написать. Пока ваш плейлист пролистаешь, куча времени уходит. Ох, сколько вообще огня. Куча времени уходит, чтобы написать трек. Почему? Потому что ты монтажешь видео, сидишь. Тут тебя отвлекли, ты убежал. Приходишь и забыл уже, что вообще хотел. Ставишь на рендеринг. Он на нарендерился. И все. И, короче, ты уже и забыл вообще, что хотел. Очень часто происходит непонятно как монтаж видео. Так что, ребята, не стоит бомбить. Вот мне просто. Не стоит бомбить на меня. Ругаться. Я вообще не виноват. Реально. Вот из-за того, что я выпускаю видео, я не виноват. Я могу их просто не выпускать. Вот это будет, наверное, проще. Но нервы у меня пока еще держат. Короче, я таким людям просто отвечать не буду. Почему одинфилы угрожают первый порядок? Ну, потому что меньше всего искажений вносят. Да, 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 да. Так, 122 сгорел меньше, чем за неделю. Ну, да, не прощают такие вещи ошибок. Есть динамики, которые прощают ошибки, а есть, которые не прощают. С такими динамиками, скорее всего, лучше аккуратненько обращаться. Про низкочастотные фильтры, пожалуйста, сними. Обещать не могу. Нет у меня такой возможности. Но если появится, сниму. Нужен совет, какая труба будет эффективна 200 или 250 для СТ-18 в седане на частоту 26-28 Гц. О, Господи. Это думать надо, Денис. Не отвечу. Это за расчетом в личку, в ВКонтакте и так далее. Не отвечаю на такие вопросы, если честно. Это сложный вопрос. За 2 минуты за него нет. Надо сидеть и думать. Поменял. Урал ДБ 4.150 на Орис 4.200. Адекватное решение. Лишила на мыло. Примерно одно и то же по качеству звука и по фильтрам. Потому что там на 4.150, если старая версия, там фильтра были не алло. Так и на 4.200 фильтра тоже не очень. Но вообще больше. Я думаю, адекватное решение. Может, автоп. Мне надо смотреть. Как и чем клеить подвес динамика. До фиг его знают. Я же не ремонтник. Это Акаборе, но там еще к кому-нибудь какие-то вопросы. И я не ремонтник. Так. Это про BB-Drag. Про Spolashow. Про все остальное. Кто не смотрит все видосы. Ага. Спасибо, Жека, за комментарий. Какой вольтаж. Пофиг, какой вольтаж. Абсолютно проверял. Не меняется ничего абсолютно. 250-400. Разницы нет. 100 вольтовые. Не помню. Пробовал, не пробовал. Нифига не это самое. Разницы не увидел. Может, от мощности зависит. Но ответили, что 300 ватт надо. 300 ваттных я вообще не видел. Я видел только 400. 250 и 400. Блин, это 50 вольт, а усилок 300 ватт. Короче, 250 вольт и 400 вольт у меня только были. Других не видел. Кап 47 на повседневе играл в 1-133. Плюс 2 канала. Стабильная работа. Правда, в плюс 35 все-таки на игре ушел в защиту. Про это и разговор, что будет уходить в защиту. Кенву 300 и хорошая. При этом странная вещь. В двухполосном режиме четвертым порядком лежит. В трехполосном только вторым. Но он не один такой странный. Еще какая-то башка есть. По-моему, Алпайна. Которая в одном режиме вторым порядком лежит, а в другом режиме четвертым. Короче, бред. За лайки спасибо. За комментарии спасибо. Все было хорошо, но я не понял. Хоть в автозуке не новичок. От кондера как меняется громкость. Кондеры меняют АЧХ путем разгрузки в ВЧ-середине. Поэтому верха приятнее. Громкость не пойму. Ну, не понял. И ладно, Сантьяна. Ну, значит, пересмотри еще раза три. А так, я думаю, всем все понятно. Вопросов к этому видео, конечно, куча. На все на них отвечать я не смогу. Тут уже ребята поотвечали вместо меня. В принципе, дискуссия такая, как бы, в себе. Человек не понял, чем отвечать, если он не понял. И сбрею Артем бороду, наверное, да. Выпросили, наверное, бороду сбрею. Короче, про кондеры. Если не понял видос, пересмотри еще раз. Любому советую. Лучше раз пять пересмотреть. Потому что там я нормально все разъяснил. Давай шквалом подберем кондер. У них от 700 Гц заявка. Всю башку сломал. Какой кондер, воткнуть им? Три, три, воткни и будешь счастлив. И будешь счастлив. И не перегрузишь ты эти динамики. И звук будет нормальный. Видео не понравилось. Почему? Потому что они полные. Ну да. Я и не профи. Я на это и не заявляюсь. Ладно, короче. Дальше слишком много непонятных комментариев. Читать их нет смысла, ребята. Кому интересно, заходите, почитайте сами. Мне жарко общаться на эту тему сейчас. Я уже устал, если честно. Все, надеюсь, всем ответил. Кому не ответил, извиняйте, ребята. Извиняйте. Возможно, будет еще такой видос. А D804 можно? Можно, только у меня их нет. Как появится, так сделаю. Какой программой... Ага. Ну, хорошие, да, более-менее интересные вопросы. Какой программой пользуешься? Я пользуюсь спикершоп плюс баспорт. Все вместе. И плюс еще мозги. Да, про овальные опять то же самое. В общем, ладно, ребят. Спасибо тем, кто смотрел. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Не забудьте поделиться с друзьями видосиком этим. Надеюсь, это будет вам полезно. Надеюсь, это будет вам полезно. Все. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok